Дорогие друзья, утро доброе, здравствуйте, 19 сентября у нас на календаре в импровизированной студии Приан.ру, главный редактор портала Филипп Березин. Сегодня тема нашего вебинара, программа гражданства Турции и Стамбул, крупнейший город страны и самая востребованная программа получения второго паспорта, по крайней мере со стороны граждан из русскоязычных стран, они неразрывно связаны, и конкретно сегодня мы об этом очень-очень подробно поговорим с экспертами компании Nefostate. Я их с удовольствием представляю. Это Юлия Щербак, эксперт по зарубежной недвижимости и инвестиционной миграции. Юлия, здравствуйте. Добрый день. И это Анастасия Демирель, специалист по недвижимости Турции, компания Nefostate. Анастасия, день добрый. Добрый день. Добрый день. Рада всех видеть. Дорогие друзья, сразу хочу сказать, что у нас традиционно работает чат, в котором вы можете задавать свои вопросы. Мы постараемся на них ответить в течение ближайших минут 45-ти часа. Мы так примерно обозначили рамки нашего вебинара. Естественно, в самом начале я попрошу, Юлия, наверное, вас сказать несколько слов вообще о вашей компании, представить, чем вы занимаетесь и так далее. Пожалуйста. Добрый день. Еще раз приветствую всех наших зрителей, слушателей. Наша компания Nefostate занимается иммиграционными программами за инвестиции и продает недвижимость в разных странах. Их порядка 40. Основной наш офис находится в Дубае. Также мы представлены в разных странах, где находятся основные рынки наших покупателей. И Турция. Это одно из наших основных направлений. Также мы принимаем активное участие в различных выставках по зарубежной недвижимости и вебинарах. Кстати, сразу хочу сообщить для наших зрителей и слушателей, что ровно через неделю, 26 сентября, наша компания будет проводить мероприятия для наших действующих и потенциальных клиентов. Это бизнес-завтрак в центре Москвы с нашими партнерами из разных стран, где также будет представлена и Турция. Поэтому я приглашаю всех желающих, кому интересно зарубежная недвижимость с точки зрения инвестиций или для получения иммиграционного статуса ВНЖ и гражданства. Будем рады всех видеть для этого. Вам нужно только написать нам по указанным контактам. И мы как раз сейчас контакты эти опубликуем. Так что, пожалуйста, обращайтесь. Контакты компаний, да, на вашем экране. Юля, спасибо, но давайте надолго расставаться не будем. Перейдем сразу к следующему вопросу, собственно, уже к основной теме нашего вебинара. Как я уже сказал вначале, собственно, и мы так сопоставили, да, Стамбул и с программу гражданства. Логичный вопрос к вам. Почему все-таки Стамбул? Почему именно его вы так явно выделяете и работаете именно с ним, если мы говорим о паспортной программе? Ну, скажем так, он сам себя выделяет, да, так как он, Стамбул является логистическим хабом с ежегодно нарастающим круглогодичным туристическим потоком со всего мира. И это всегда обеспечивает спрос на покупку и аренду. Ее также обеспечивают такие факторы, как развитие Стамбула, как финансового и делового центра, как центра медицинского туризма. Также большое наличие различных высших учебных заведений. Помимо этого внутренний спрос местного населения, которые хотят жить, работать, учиться, делать карьеру в крупном городе своей страны, где больше возможностей для этого. Вот поэтому Стамбул самый популярный город в Турции для покупки недвижимости. Также совокупность всех этих факторов, но она обеспечивает устойчивый спрос и рост на покупку и аренду недвижимости, как краткосрочную, так и долгосрочную. Тогда, наверное, уже, Анастасия, больше к вам вопрос, поскольку вы в настаивающую секунду даже находитесь в Стамбуле. Несколько слов об той ситуации, скажем, общеэкономической, к которой сейчас пришли. Что сейчас происходит в Стамбуле? Какой был этот последний год, если мы говорим о покупках, о продажах, об инвестициях? Да, совершенно верно. Еще хотелось бы упомянуть о кадастровой стоимости недвижимости в Стамбуле. То есть она у нас совпадает с рыночной один к одному, что немаловажно, так как все-таки, как ранее уже Юля упомянула, Стамбул является таким логистическим хабом на сегодняшний день. Большое количество перелетов международных совершается именно через Стамбул. Вот, как один из таких тоже факторов немаловажных. И круглогодичный туризм. Также хотелось бы упомянуть, что не скажешь, о большинстве прибрежных городов наших. Экономика, так сказать, как развивалась, так и развивается. В центре города, в центре Стамбула цены у нас растут. Чуть более подробно мы дальше поговорим именно о районах Стамбула. Я более подробно уже расскажу именно о ценовом диапазоне. Но если говорить о центре города, о локациях, о прайм-локациях, то ценник у нас растет буквально, можно сказать, по этапу строительства проектов, да, по их масштабности. И, естественно, на выходе можно говорить уже о двойном приросте. То, что мы наблюдали, в принципе, уже из того года. Ну да, цифры последнего года, они такие в Турции вообще очень внушительные. Понятное дело, что там забегать вперед и говорить, что и дальше будет рост цен в два раза, это по любому рынку, наверное, не очень корректно. Но факт в том, что да, такие цифры действительно были. Ну что ж, о Стамбуле и о конкретных предложениях мы действительно еще обязательно поговорим. Давайте теперь перейдем, собственно, к программе гражданства. Я понимаю, что у нас очень разные могут быть зрители. Вот я вижу, просто вопрос уже такой более сугубо профессиональный поступил. Мы на него, Анатолий, обязательно ответим. Но давайте, может быть, чуть более широко на все происходящее посмотрим. Если программа существует, соответственно, хотелось бы рассказать и об ее условиях, о том, как все это работает. Юль, давайте тогда начнем. Что это такое? Как эта программа работает? Какие базовые ее основные параметры, условия сейчас? Ну, условия достаточно, и сама процедура достаточно простые, понятные. Участниками могут быть супруги и дети строго до 18 лет. Недвижимость по кадастру должна составлять не меньше 400 тысяч долларов. При этом нет ограничений как по типу недвижимости, жилая или коммерческая, так и по районам. И по количеству это может быть больше одного объекта. Но сама процедура тоже достаточно несложная. После выбора объекта вносится депозит, заключается договор. И после первой оплаты или полной, это в зависимости уже от условий договора, происходит передача права собственности от застройщика клиенту. Ну и переоформление договора на коммунальные услуги. Недвижимость регистрируется в кадастре, и на основе этого подаются уже документы на оформление гражданства. Примерно занимает это все месяц-два, в зависимости от того, как быстро клиент оплачивает недвижимость. Также сделка может проходить онлайн. И очень много сделок проходит онлайн. В данном случае нужно будет только оформить доверенность на юрист. Или в Турции, или в посольстве Турции. Оплата, кстати, происходит, это тоже надо иметь в виду, только от лица основного заявителя. Документы. Пакет документов достаточно небольшой. Тоже это стандартные, самые основные документы. Свидетельство о рождении, браке, копия всех паспортов, питанция по плате, собственно говоря, недвижимости, где будет указано, какую квартиру, где у кого вы купили. Но их можно апостелировать как на территории Российской Федерации, так и Турции. В том числе и также перевести там или там. Поэтому можно сделать все это онлайн. Важный вопрос, который нам задавали еще до эфира. Все-таки в какой момент заявитель может начинать процесс получения гражданства? Хорошо. Особенно с учетом того, что, как вы сказали, как Анастасия заметила, очень многие объекты люди покупают на стадии Котлована, соответственно, в рассрочку, соответственно, полный выход еще нет. Вот несколько слов об этом. Юля, Анастасия. После уплаты суммы, необходимой для условий программы гражданства, это 400 тысяч. Можно и, естественно, пакеты документов полного, можно запускать процесс оформления гражданства. При этом, даже если будет рассрочка и квартира стоит больше 600-800 тысяч, то этот остаток никак не будет влиять. Дальнейшая уже рассрочка свыше этой суммы. Главное, чтобы сумма была не ниже 400 тысяч. То есть после переведа 400 тысяч евро, процедура может быть. И один вопрос уже связанный с тем, какие обязательства, вот вы сказали, удаленная сделка вполне возможна, действительно, так совершают многие, но все-таки в случае, если речь идет именно о получении паспорта, то здесь заявитель в Турции побывать должен. Да, основной заявитель должен приехать для оформления ВНЖ. После подачи документов, но все остальные члены семьи, они могут получить паспорт по факту или в Турции, или в посольстве Турции, там, где они находятся. Приезжать им не обязательно. Здесь я еще не упомянула о том, что... Ну, там широко известный факт, может быть, кто-то из них не знает, что запрет на продажу Турции действует три года с момента оплаты. Вот как вы оплатили... Вот гражданство... Да, да. А гражданство ты не можешь продать в течение трех лет. Именно по гражданству, да, если покупать, как только начинается оформление, идет отчисление три года, идет запрет. Окей. Еще тогда хочу уточнить вопрос. Вообще за последний год, ну, были изменения финансовые, да, там довольно давно уже было, когда-то миллион все стоило, потом стоило 250 тысяч, потом программа перестала стоить 400, то есть участие в этой программе от 400. Что-то еще изменилось принципиально вот за последнее время, может быть, в вашей работе, может быть, в требованиях со стороны банков? Какие-то изменения, может быть, в последних месяцах? Да, главное изменение было, это то, что если мы покупаем два объекта, например, да, то оба этих объекта должны иметь право собственности, то есть у обоих этих объектов должно быть ТАПУ, как называется право собственности в Турции, один из моментов. И второй момент, что именно если мы идем на гражданство, то если это одна квартира, это один получатель, да, этого гражданства, даже если квартира стоит 800 тысяч, то есть раньше можно было приобрести квартиру за 800 тысяч, к примеру, и там два брата, либо отец уже с совершеннолетним сыном могли поддаваться на программу гражданства, то сейчас ситуация изменилась уже с января этого года, и как бы одна квартира, один инвестор, либо две квартиры, один инвестор, я имею в виду на сумму 400 тысяч. Это такие главные изменения, которые у нас были. Правила эти были введены в самом начале этого года, то есть это по сути уже не последних месяцев изменения, это изменения относительно давние. Да, 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 да. Ну это такие самые главные как бы изменения, которые были ввесены в программах. Хорошо. Ну вот видите, у нас даже уже задают вопрос, а если до 400 тысяч, это только для тех, у кого больше 400 тысяч. Но если говорить о программе гражданства, то да, но насколько я понимаю, вот объекты, которые мы будем представлять, они есть самые разные, да, и вы, соответственно, если не под программу гражданства, то вы можете предложить. Да, конечно. Еще один вопрос, он уточняющий опять был у наших коллег. Если объекты не в Стамбуле, один в Стамбуле, один не в Стамбуле, в сумме больше 400 тысяч, есть ли возможность получить гражданство в этом случае? Возможность есть, но это все будет намного сложнее, потому что юрист, например, который наш, находится у нас в штате, естественно, мы работаем в Стамбуле, и кадастровый отдел один в Стамбуле, другой кадастровый отдел будет в Мерсине, к примеру, либо там в Анталии где-то, и как бы это просто немножко усложнит процесс в плане времени. Но по реальности, да, это реально, можно купить один объект там, другой объект в другом городе, если именно кадастровая стоимость будет совпадать, все будет нормально, то, конечно, можно это все потом будет оформлять. Просто по времени это будет чуть больше. Если мы говорим о времени, сейчас, Юля, ваш опыт, скажем, может быть, последних сделок, каков он, сколько вообще все это время занимает? После подачи документов и оплаты недвижимости 6-8 месяцев. То есть тут нужно, если все суммировать, начало выбора и оформления, то около года это все занимается, вся процедура. А сама процедура оформления, уже документов, да, вот где-то так. 6, ну это минимум. Заявляют, что это полгода, но по факту получается даже 8-9 месяцев. Поэтому надо рассчитывать на это время по факту. Ну то есть, условно говоря, последние люди, которые вот, скажем, через вашу компанию получали паспорт, это когда было? Это сентябрь или август? Или когда? И в сентябре, и в августе, да, которые в районе, допустим. Получали. То есть это они, соответственно, подавались в самом начале 2023 года? Даже в конце 2022, да. В конце 2022. В конце 2022. Короче говоря. Окей. Вопрос возникает, Анастасия, наверное, к вам. Добрый день. После трех лет владения можно продать, заплатив налог с разницей? В каком размере налог? То есть, если ты через три года продаешь, как выстраивается эта история? Да, смотрите, еще хотелось бы упомнить о том, что если мы продаем после пяти лет, да, к примеру, владение недвижимости, налогом вообще не облагается, что немаловажный фактор, да. То есть у нас многие наши инвесторы, которые с нами приобретали недвижимость еще до всей этой истории, я имею в виду наши арабские клиенты. Небольшой сбой, как я вижу. Например, либо иранские. То есть они обычно именно дожидаются пяти лет, потому что вообще не облагается. Если мы говорим именно после трех лет, это от 18, а от 18, от 22% получается, блоги без разницы. И все зависит от района. Анастасия, еще раз повторяйте. От района, от кадастрового отдела, но от 18 до 22. Ага, все, понятно. Хорошо, давайте перейдем тогда уже более конкретно поговорим о Стамбуле. Я открою, соответственно, и карту города. Несколько слов вообще об общих цифрах, они тоже, как я понимаю, у нас здесь есть, и о тех районах, где сейчас не просто можно купить за 400+, где покупают, где есть определенный интерес. Пожалуйста. Да, смотрите, в принципе, мы делим Стамбул на три зоны, на три такие части, как европейскую, так и азиатскую часть. Она у нас разделена Босфором, как, я думаю, многие знают. То есть все, что у нас идет вдоль линии Босфора, как на европейской, так и на азиатской части, у нас называется это прайм-локация. Это такой центр, где на сегодняшний момент квартира 1 плюс 1, это мы говорим о 55 квадратных метрах нет, то есть жилой площади, и 75 квадратов гроз. На сегодняшний день ценник начинается от 450 тысяч долларов, потому что земля дорогая, это центр города. Могу упомянуть даже районы, такие районы на европейской части, как Маслак, это Сары-Ер, это Нишантаж, это Шишли, Бешиктаж. На азиатской части это такие районы, как Кады-Кёй, Юскю-Дарш, можно даже упомянуть и Аташи-Хир, к примеру, но он уже чуть больше, там чуть дальше идет. Хотелось бы упомянуть еще и о реновационных районах, на которые бы я именно просила обратить внимание. На европейской части, это у нас район Киат-Ханэ, он у нас находится как раз-таки на границе с прайм-районами, такими, как Сары-Ер, Бешиктаж, Шишли, это районы находятся под государственной реновацией, то есть сносится старый фонд, и на месте этого старого фонда возводятся уже новые, либо какие-то точечные здания, либо, например, какие-то комплексы уже с полной социальной инфраструктурой, и где ценник, например, за квартиру 1 плюс 1 можно приобрести квартиру за 250 тысяч долларов, то есть такая существенная разница, если сравнивать с вышеупомянутыми районами. Почему стоит обратить внимание? То есть когда закончится полная именно вся реновация данного района, естественно, там будет колоссальный прирост, потому что все равно мы находимся еще в центре города, как-никак, да. А на азиатской части, это у нас, например, такой район Фикир-ТП, то есть существует целый сайт, куда можно зайти, строится именно этот район с государственными строительными компаниями, такими, как Эмлак, Кунут и Токи. То есть это все при государственной поддержке. И как раз-таки там вот еще такой более доступный ценник. То есть те, кто хотят приобрести квартиру в центре, но не имеют там 400-450 тысяч, мы вот именно советуем нашим инвесторам обратить внимание на такие районы. Ну и чем дальше мы уходим от центра, во вторую зону, это районы Кючук, Чекмеджея, Басин-Экспресс. Сегодня как раз-таки год пара проектов. Я думаю, что в названиях можно уже немножко запутаться, вот по карте хотя бы примерно понятно, что она такая довольно условная, но тем не менее, вот вторая зона, это что, это где хотя бы примерно? Вторая зона, это вот район Кючук, Чекмеджея, где цифра К1, например, да, вот там вот Башак, Шехир, это вот у нас как раз-таки вот от центра, где цифра К5, К4, К6, вот цифра К1 до озера Кючук, Чекмеджея, да, это можно уже сказать, вот первая, вторая зона. Все, что после озера у нас Кючук, Чекмеджея, где вот цифра К1 наверху и туда дальше, где уже 2 и 1, и 7, это третья зона. Уже в этой зоне можно приобрести под гражданство, например, три квартиры. То есть там ценник уже существенно ниже. Но если мы говорим об инвестициях, да, о каком-то приросте, конечно, мы советуем нашим инвесторам не уходить далеко от второй зоны, то есть остановиться где-то вот между. То же самое и на азиатской стороне. Если мы говорим вообще сейчас об инвестициях, тут история следующая. Мы ведь, ну то есть, по вашему опыту, вернее, ваш взгляд, то есть это такой традиционный вопрос, но у всех ответ на него разный, и, соответственно, и взгляд, и мнение, они здесь, мне кажется, очень важны. Если мы говорим все-таки про инвестиционную привлекательность конкретных объектов, есть объект, условно, там, квартира 420-450, ну то есть вот одна подходящая по гражданству, можно купить два объекта, скажем, 220-230, и таким образом тоже выполнить условия программы. С инвестиционной точки зрения, что может быть более интересно, как вы это видите? Анастасия, слышите меня? Слышала просто. Слышали вопрос, да? Сейчас, да. Нет. Смотрите, вопрос был такой. Один объект, вот ты хочешь покупать с инвестиционной целью, но все равно под гражданство. Интереснее взять за 400, за 500 один объект, или парочку за 220-230? Ваш взгляд такой. Ну, смотрите, я говорю, если мы заходим с вами в центре Стамбула, где мы приобретаем один объект, да, на эту сумму, то есть прирост по выходу в эксплуатацию там будет хороший. То есть мы говорим о 25-35% минимум. Также можно взять и, то есть смотря какая цель. Обычно те, кто у нас берут два объекта под гражданство, да, к примеру, они берут один для сдачи, другой, например, для последующей перепродажи, либо для себя. То есть какая цель у инвестора? Есть, например, проекты отельного концепта в самом центре Стамбула, в районе Токсим. Можно взять один объект, там от 450, в зависимости от квадратных метров, и вообще сдать его, например, в менеджмент компании, которая будет полностью, так сказать, иммебилировать эту квартиру и полностью потом ее сдавать. Вы просто получаете свои дивиденды потом раз в три месяца, раз в четыре месяца. То есть все зависит от конкретного запроса. Ну вот неожиданный такой вопрос, ну тоже, наверное, логичный. Я понимаю, что основной фокус у нас сейчас все равно на Стамбул, но с точки зрения инвестиций, что выгоднее Стамбул или Анкара? И вообще, ну вот ваш взгляд, вы действительно так выделяете Стамбул? Вы, ну, в рамках компании видите, что другие направления в Турции менее интересны? Юля, может, к вам тогда, да, это вопрос? Ну, по статистике нашей компании, за полтора года такого повышенного спроса к турецкой недвижимости вообще в Стамбуле именно под гражданство приобрели порядка 80%. То есть это люди с разной целью, тоже, кто анализировал рынок, выбирал, кто знает Турцию, кто не знает Турцию, тоже сравнивали разные города. Тем не менее, этот показатель говорит о том, что все-таки в Стамбуле люди думают дальше, кому они будут продавать и кому они будут дальше сдавать это жилье. И еще нужно учитывать внутренний спрос, потому что может быть очередное закрытие границы нужно будет рассчитывать именно на внутренний спрос. Даже берем такую крайнюю ситуацию. Поэтому, конечно, Стамбул в этом плане, он перебивает другие города в этих показателях. И Стамбул все-таки больше, как мы уже упоминали, людей, скажем так, которые приезжают с разной целью. И самый интересный внутренний спрос. Ваш рассказ, Анастасия, про отельный проект как-то так заинтересовалась учителей. Чуть подробнее расскажите, что это такое, как это работает. Да, смотрите, есть проекты с отельным концептом, то есть это либо уже там присутствует менеджмент-компания, к примеру, Гарлон есть такая менеджмент-компания, довольно-таки известная, они работают, в принципе, во всем мире. У них сейчас в Стамбуле два таких проекта есть, один вот в районе Басин-экспресс, один в районе Токсима. То есть в основном это, они берут за свои услуги 20%, да, у нас, в принципе, по Стамбулу это такая фиксированная ставка у менеджмент-компаний. Также вы можете сдавать сами свои, например, апартаменты в аренду, к примеру, через Airbnb, либо через Booking, как вам удобно. Если вы не хотите этим сами заниматься, вы даете просто свою недвижимость как раз таки в эту управляющую компанию. Что именно еще интересует? То есть вы просто получаете свой чистый доход, вы получаете его в турецких лирах на свой счет, который у вас будет открыт на территории Турции. Они уже вычитают оттуда весь расход, они за вас оплачивают все налоги, и вы просто получаете уже свою чистую прибыль. Окей, ну, я думаю, что, смотрите, в частном порядке, я думаю, что можно будет просто с контактами, давайте еще раз просто опубликуем, чтобы можно было напрямую связаться и уточнить уже про конкретный проект, тот, кому это интересно. Я вижу, Раги Галины, ваш вопрос, вижу, мы сейчас его тоже обязательно коснемся. Я просто еще хотел бы тогда поднять вот тот пласт вопросов, который на самом деле поднял-то не я, а чуть ли не самый первый вопрос, который был, и мы как-то его не коснулись, а вот ситуация текущая с оплатами. Вот, опять же, если мы говорим, опять же, из России, нужно перевести сумму, сумму немаленькую, как по практике сейчас весь этот процесс происходит, тем более, вот, опять же, как один из наших зрителей сказал, это его опыт, ну, и не только его, я, к сожалению, опасаюсь, что, ну, простым свифт-переводом сейчас перевести деньги практически невозможно, или все-таки возможно? Какой ваш вопрос? Да, пожалуйста. Не так просто, я говорю, да. Смотрите, можно воспользоваться, конечно же, криптопреводами, это первое, да, наши клиенты очень часто к этому прибегают, мы помогаем в дальнейшем с обналичиванием этой криптовалюты, это как один из таких вариантов. Второе, есть проекты застройщиков турецких, у которых есть офисы на территории Российской Федерации, то есть, там уже тоже более подробно я могу рассказать, как это все происходит, то есть, можно оплатить недвижимость на территории Российской Федерации в этих компаниях, да, в их офисах, и в дальнейшем уже они вам подсказывают ваши дальнейшие пути, как эти деньги уже как бы оплатить на территории Турции на счет застройщика, ну, там тоже свои небольшие, и сейчас очень много застройщиков, которые открывают сами счета Российской Федерации и принимают даже оплату в рулях, то есть, есть несколько вариантов, там уже зависит, нужно ли вам гражданство, не нужно вам гражданство, потому что, если нужно гражданство, это должен быть перевод, именно осуществляться от имени инвестора официально на счет застройщика, то есть, есть несколько вариантов, мы помогаем, оплатить можно, чуть более подробно, потом могу рассказать также уже при личной консультации. К сожалению, прошу прощения, у нас не очень хорошие что-то сбои со связью с Анастасией, но думаю, основные моменты более-менее понятны. Юлия, все-таки, вот ваш опыт особенно последний сделать, вот, и Анастасия тоже сказала, что очень сложно, намного сложнее, да, стало с переводами, но все-таки несанкционные банки пока еще есть, непонятно, как долго это продлится, может быть, исходя из того опыта, который был у вас последнего, вот именно с ВИФТ-переводами, когда были последние истории, я про Турцию сказать не могу, просто давно не сталкивался именно с такими историями, но вот, например, про Кипр знаю, что совсем недавно, там, две недели назад перевод прошел, да, условно, название банка говорит не буду, всем оно хорошо известно, но тем не менее, ваш опыт. ну, сегодня вторник, и поэтому на прошлой неделе, если судить, вот, кстати, по Райфазену, как пишут, вопрос, это совсем недавняя ситуация с ним, до этого проходили платежи, и, как я всегда говорю, если клиент хочет купить в Турции недвижимость, ни разу такого не было, чтобы у него это не получилось, здесь еще очень популярен, такой вид платежи, как мы тоже с ним помогаем, открываем счет в банке в Турции, и он переводит на свой счет в Турцию, разными способами, и уже оттуда официально оплачивает застройщику. Ну, насколько я знаю, очень формально-то можно, понятное дело, что здесь есть определенные риски, связанные с разницей, с курсами валют, но формально ты можешь открыть счет в лирах, и переводить из России в лиры, и потом там уже... Инвертироваться, конечно. Да, таких не было требований банка, чтобы... Окей, я еще хочу уточнить, Анастасия, вот просто не следил за ситуацией, но вы в Турции находитесь, наверняка вы это прям фиксируете, а что сейчас с курсом лиры? Как я понимаю, летом было нехорошо, а сейчас вроде как ситуация стабилизировалась. Не слышите опять? Ай-яй-яй. Ну, ничего, надеюсь, сейчас через секунду... Я это слышала, да, почему-то я не знаю. Сейчас я вас услышу, если можно... Про курс лиры последней недели, что у вас там происходит? Слышите нас? Пока что стабильно, пока что стабильно, как было там 26 с копейками, пока так и стоит. Пока держится, потому что сейчас поднимается ставка, с 1 ноября также будет поднимать эту ставку Эрдоган, ну, как бы думаем, что он уже, наверное, так и укрепится, скорее всего. Ну, кстати, я недавно тоже чей-то отчет, причем отчет не турецкой компании, не... Телекомерцбанк, какой-то международный банк, опубликовал предложение ставить на лиру. Ну, вот тут я ничего сказать не могу, тут мы все-таки больше о недвижимости, но, по крайней мере, знаете, такая информация проходит. Хорошо, давайте еще одного вопроса коснемся по поводу Стамбула. Он, скажем так, весьма нервный, я бы так его назвал. Вопрос связанный с сейсмикой, и вот после 5 февраля, понятное дело, на недвижимость Турции стали активнее смотреть и с этой точки зрения, да, что вообще происходит. Кроме того, прошло несколько сообщений о том, что там в Стамбуле риски велики, и правда тут же пришли сообщения о том, что хотя риски велики, но прогнозировать гарантии, ну, с большой вероятностью это все равно невозможно. Несколько слов о сейсмике, и я, соответственно, тоже слайд бы включил. Пожалуйста, Анастасия, да, вопрос к вам, если вы, конечно, сейчас на связи, я надеюсь, на связи. Так, ну, если они на связи, давайте я отвечу. Дело в том, что сейчас, да, в связи с этой ситуацией, как все знают, к застройщикам повысились требования проверки, и перед тем, как, пускай, получить разрешение, они все проводят, скажем так, такие экспериментные работы, поэтому, и, соответственно, по местоположению зданий, после этого получают тогда, лицензию на строительство. Оценивается и возраст здания, вот поэтому, там что-то, да, совсем, Настя, ты с нами? Настя, вы с нами, не с нами? Я здесь, я здесь, я здесь, да, я не знаю, что происходит, вроде так все хорошо шло. Ну, давайте попробуем, когда мы говорим о сейсмике, говорите, ежели что, ежели совсем будет плохая связь, я просто отключите ненадолго камеру, в этом случае сигнал будет посильнее, идите на звук. Слушаем вас, в любом случае, посоясните. в любом случае требования возобновились, и теперь без лицензии, не разрешают строительство, естественно, проверяют все готовые здания, которые есть, требования усилились, и поэтому все эти объекты, которые мы предлагаем, естественно, мы отбираем, смотрим, и без этой лицензии они в продажу не поступают. Там еще был второй слайд у вас. Да, давайте посмотрим. Именно так называется вот это вот в Турции местное учреждение по страхованию, которое, цитихиные пенсии, которое выдает эти лицензии, вот поэтому без этого сертификата и разрешения уже не строят. Или те, которые уже построили, они должны пройти проверку. Но это, если так, в двух словах. Окей. Хорошо. Давайте надеяться, что она-то себе к нам через какое-то время все-таки присоединится. Совсем, видимо, нехорошо с интернетом в Стамбуле. Куль, давайте тогда в следующий вопрос у нас все-таки. Вот уже подытоживая историю, связанную с преимуществами Стамбула относительно других регионов Турции, вот ваш опыт. О, Анастасия, здравствуйте. Вы с нами? Да, я здесь. Хорошо, мы сейчас с вами тогда вернемся. Если что-то есть, добавь, и мы пойдем к другому. Давай там на сейснику тогда все-таки пара вопросов. Да. Что у нас было? И рассказывайте. Да, но если мы говорим именно о приобретении, недвижимости уже готовы, то есть это стоит обратить внимание на возраст здания, лучше всего, если это недвижимость, уже которая построена после 2018 года, так как уже были внесены изменения тогда в законодательстве о сейсмостойкости зданий и, в принципе, о спецификации именно технического плана, да, для постройки зданий в Стамбуле. и хочется еще сказать, что как раз-таки после вот землетрясения, которое произошло, очень серьезно взялись за старый фонд. В Стамбуле практически 80 тысяч зданий сейчас подлежат сносу. То есть, если мы берем уже объект на этапе строительства, то можно быть уверенными, если это хорошая строительная компания, а если там еще и ГОС у нас подрядчики, да, это МЛАКУНУТЫТОКИ, как я ранее упомянула, то можно просто не сомневаться в сейсмостойкости данных зданий, потому что проводятся все возможные тесты на сейсмостойкость их, и, то есть, уже бетон используется, С-35 либо С-40, это как раз-таки бетон, который здесь используют при строительстве аэропортов. Ну, и если я говорю еще раз уже, обратить внимание на, есть ли страховка, то есть ДАСК, да, это такая страховка, которую именно застройщик приобретает и на этапе строительства, и уже после введения здания в эксплуатацию, это обязательная страховка, если вы хотите увеличить свой пакет страхования, вписать туда все возможные дальнейшие, например, я не знаю, происшествия, которые могут случиться, потоп, пожары, все остальное, это уже будет экстра стоимость зависит от вашего объекта, от квадратных объектов, то есть, стоимость сейчас уже слышно, опять сбой какой-то был, но надеюсь, сейчас все-таки все пройдет, один вопрос еще, Анастасия, к вам, просто я уже сам немножко запутался, мне казалось, что покупка недвижимости под гражданство позволяет сдавать объект в аренду, конечно, вот, просто тут написали в чате, что нельзя, нет, ты можешь сдавать купленный объект под гражданство, объект сдавать в аренду можешь, тут никаких вопросов конечно, просто есть объекты, где запрещена, например, сдача в краткосрочную аренду, то есть, у проекта должно быть разрешение для краткосрочной аренды, но в долгосрочную аренду вы можете спокойно сдавать, окей, хорошо, давайте тогда поступим следующим образом сейчас, так, а занимаетесь ли вы арендой вашей компании или нет? Мы занимаемся арендой именно с, господи, недвижимостью инвесторов, которые приобрели именно с нами, да, мы занимаемся, просто арендой не занимаемся. инвесторов, ну да, это, кстати, всегда меня немножко удивляло, но я знаю, что компания, работающая на турецком рынке, очень часто работает именно с теми объектами, которые сами продали, и вот еще от Галины вопрос, все-таки аренда экспатам в закрытых районах, как она сейчас вам видится, ну, с учетом того, что большое количество районов, больше тысячи в Турции закрыты под получение ВНЖ, как сейчас меняется эта ситуация, то есть, какие инвестиционные, какую инвестиционную логику в этой ситуации должен покупатель понимать? Несколько слов об этом. Можно обратить внимание на те районы, которые пользуются спросом именно у местного населения, например, если вокруг есть большое количество университетов, учебных заведений, например, тех же самых медицинских учреждений, где приезжают те же самые даже иностранцы просто остановиться на короткий трог, которым не нужно приобретение ВНЖ, да, к примеру. А потом это все меняется, вы знаете, там у нас каждый месяц эти районы открываются, то закрываются, есть специальный сайт государствен, где можно все это отслеживать, районы открыты, закрыты, то есть, как только управляет слово иностранных граждан в этих районах, они опять открываются в ВНЖ. то есть, но лучше всего обратить внимание, конечно же, на районы, где именно произойдет вопрос у местного населения, как для дальнейшей перепродажи, да, для распространения инвестиций, так и для аренды. Таких районов достаточно. Окей. Окей. Юль, ну и вот тот вопрос, который я все-таки хотел вам задать, опять же, по вашему опыту, если мы говорим о, ну там, скажем, последних двух годах, да, доля тех, кто покупает под гражданство именно в Стамбуле, подводя вот эту часть, она насколько велика, и все-таки есть ли у вас кейсы, если не Стамбулы, например, вот человек спрашивал про Анкару, а что вы думаете про Анкару? Да, конечно, есть и такие кейсы, но их от общего количества процентов, наверное, 15. Ну, Анкара, в основном ее выбирают те, кто бывает там по бизнесу, по учебе, либо для релокации все-таки больше, но их, по моему опыту, небольшой процент. Это административный город, да, там сосредоточены, в принципе, все наши государственные органы власти, то есть, чем привлекателен Стамбул, да, как я ранее уже упомянула, до еще российских граждан, Стамбул всегда повлиялся спросом именно у арабского мира, да, то есть, это Кювейт, это Катар, это Дубай, я не знаю, Бахрейн, Ирак, Иран, всегда именно приобретали недвижимость с получением гражданства, был такой запрос, это уже потом уже с того года российские граждане как бы открыли для себя Стамбул, а так, в принципе, это всегда был такой более международный арабский маркет, потому что очень много именно мировых банков сосредоточено, все в Стамбуле, и сейчас у нас на азиатской стороне есть такой район, Аташихир, туда сейчас у нас переезжает вся верхушка банков из Анкары, то есть, все главные банки Турции как раз-таки будут у нас в этом районе Аташихир, Финансмеркези он называется, как раз-таки если рассматриваем инвестиции с нашими инвесторами, мы очень часто предлагаем данную локацию, потому что очень большое количество административных и главных банков Турции будет сейчас к нам, будет такой второй бизнес-центр у нас после маслака. То есть, Стамбул все-таки он этим и привлекает, что здесь все, и туризм, и шопинг, и медицина, и образование, и логистика. Хорошо, давайте тогда перейдем уже в заключительной части нашего вебинара несколько слов о недвижимости, о конкретных примерах, и вот подводя к этой теме, все-таки, Юли, вопрос о покупке через агентство и покупке от застройщика. Это вечный вопрос, мы его задаем, ну, в каком-то смысле, может быть, для галочки, а с другой стороны, это вещь важная, все-таки, понятно, что вы заинтересованы, чтобы покупали у вас, тем не менее, у вас ли это должен быть некий аргумент? Пожалуйста. Конечно, мы представим себе такую ситуацию фактически, да, потенциальный покупатель, он может приехать в Стамбул купить у застройщика квартиру, про которую он узнал в интернете, у своих знакомых, которые там купили. Ну, во-первых, это сужает, скажем так, выбор его, потому что находится в другой стране и не обладает всей аналитикой рынка, естественно. И тем более, оформление гражданства, если покупают под гражданство, это такой достаточно небыстрый процесс, он многоступенчатый, в котором участвуют очень много специалистов и юристов, и нотариусы, банковские работники самому в другой стране без знания именно местного языка. Сделать это очень затруднительно, проблематично, тем более, все это время он же не будет находиться в Стамбуле, ну, даже если он там находится или часто приезжает. Обращаясь к нам, к специалистам, к тем, кто ежедневно, много лет работает в этой сфере, в этом городе, помимо того, что под параметры запроса клиента мы выберем наиболее привлекательный именно с инвестиционной точки зрения предложение с огромной базы, со своими объективными комментариями, с аналитикой рынка, то и на протяжении всего процесса покупки и оформления мы его сопровождаем, помогаем с различной формой оплаты, с подготовкой документов. Опять же, вот все сталкиваются с этими вопросами, которые сами не могут решить. Это банковские, открытие банковских счетов, визиты к юристу, другие государственные органы. При этом покупают ли клиент самостоятельно или с нашей помощью, вот на стоимость самой недвижимости это никак не влияет и на его дополнительные расходы, налоги и так далее. Вот, ну, с учетом того, что со всеми основными застройщиками нас связывают уже длительные отношения, что немаловажно для турецкого менталитета, самую максимальную скидку, как это ни странно, охотнее они дадут агенту, чем клиенту. Поэтому вот по факту работая с нами, клиенты экономят свои деньги, время и минимизируют инвестиционные риски. Тем более, мы уже знаем, какие застройщики, у кого какая инвестиционная политика, кто сразу, например, на входе цены ставит высокие и там уже совсем под потолок заработать не получится в долгую столько, сколько хотелось. Есть очень лояльные застройщики, которые постепенно повышают стоимость и дают своим инвесторам заработать при строительстве. То есть здесь нужно понимать и уже мы клиентов консультируем, даже тех, которые сказали, что мы хотим купить, допустим, в этом месте. Мы предлагаем какие-то альтернативные варианты, объясняя, почему мы их предлагаем и почему здесь он заработает больше. Окей. Хорошо, давайте перейдем тогда к конкретным объектам. У нас примеров будет три. Да, все разные. Пожалуйста, Юля, Анастасия, вот этот ваш пример. Да, да, да. На примере первого нашего объекта, который сегодня хотелось бы представить, как раз таки он находится в развивающемся районе Басен-экспресс на европейской части Стамбула. Как раз таки кому вот был именно интересен отельный концепт, данный проект как раз таки предоставляет такую возможность, то есть вы можете либо сами сдавать ее через сайты Airbnb, либо Booking, да, в краткосрочную аренду, либо можете воспользоваться менеджмент-компанией Горлон, как я ранее уже упомянула, она как раз таки представлена вот в этом проекте. Проект у нас с планировками от 1 плюс 1 и выше. Вся социальная инфраструктура находится в комплексе, также коммерция, то есть это все спа, саун, хаман, фитнес-зал, все это уже есть в комплексе представлено. Также не будем забывать о том, что за каждой квартирой всегда закреплено одно парковочное место, если это квартира 1 плюс 1 либо 2 плюс 1, если это квартира уже выше, 2 плюс 1 или 3 плюс 1, 4 плюс 1, это обычно застройщик представляет два парковочных места и сейчас большинство проектов они также предоставляют такую небольшую кладовую, 4 квадрата либо 3 квадратных метра рядом как раз таки с парковочным местом, что немаловажно, что очень тоже такая нужная вещь. Квартиры все раздаются с полной отделкой, то есть уже все там включено и кухонные гарнитуры, и бытовая техника в основном там состоит из 4 либо 5 элементов и вам то есть остается только приобрести мягкую мебель, там шторы повесить и все остальное и уже можно заезжать либо ее самим потом уже сдавать в будущем, как вам будет удобно. Обычно, если мы сдаем квартиру в долгосрочную аренду, они сдаются пустыми, без мебели в большинстве случаев. Конечно, если это краткосрочная аренда, то уже нужно будет ее замебелировать. Анастасия, я правильно понимаю, проект будет сдан, а, вот написано, 3 квартал 2024 года, то есть это еще на стадии строительства? Да, это на стадии строительства, как раз таки здесь еще такой хороший ценник, от 200 тысяч долларов за планировку за квартиру 1 плюс 1. Они есть разных планировок, тоже зависит от этажности зданий, куда смотрят, куда у нас выходит вид из окон. Чем привлекательнее еще данный район, хотелось бы сказать, своей транспортной развязкой, то есть он у нас находится как раз таки на транспортной развязке ТЭМ, она очень важна, она у нас соединяет европейскую и азиатскую часть и также рядом несколько метростанций и немаловажно, рядом у нас экспоцентр недалеко от бывшего аэропорта Ататюрки, если кто-то помнит, как раз таки очень часто там проводят всякие выставки и в данной локации довольно большое количество отелей, то есть здесь именно идет уже ставка на то, что сдавать либо посуточно, либо долгосрочную аренду в данном проекте, то есть именно для проживания мы не особо как-то советуем нашим инвесторам, но вот для инвестиций, для сдачи в аренду это хороший такой вариант, также есть, здесь находится мебельный центр, да, немаловажно, что очень много именно из Китая приезжают закупаться опытом в этот мебельный центр, он огромный, это целый город, то есть этим людям с тем, где-то нужно всегда останавливаться, и такая отличная возможность. Еще раз, название района, вопрос был от нашей зрительницы, название района, где это все находится? Он так и находится в районе Басин-экспресс. А, сегодня Басин-экспресс, все, окей. Недалеко от отеля Мювен-Пик, если так будет понятно, рядом отель Мювен-Пик, да. Следующий проект, пожалуйста. Следующий проект у нас как раз-таки один из проектов, где можно произвести оплату на телеканал, на территории Российской Федерации, как я ранее уже упомянула. Комплекс находится в районе, в районе Бахчелевле, очень такой, можно сказать, даже спальный район, как раз-таки пользуется популярностью среди местных жителей. Рядом у нас большое количество университетов, большое количество медицинских учреждений, всего два километра до набережной Мраморного моря. Проект состоит из четырех блоков, это самый модный проект Стамбула, будет считаться, потому что внизу расположено 350 магазинов женской одежды как раз-таки. Один из блоков будет отдан под отель, скорее всего, это будет Мэриат. Если кто-то знаком с торговым центром Зорло, на европейской части Стамбула, то это вот просто взяли этот Зорло и перенесли просто его как бы в район Бахчелевлер. Если кто-то знаком, им будет так более понятно. Также проект оснащен всей социальной инфраструктурой. Данная компания, кстати, хотелось немножко упомянуть, если кто-то знаком, это Эста Констракшн, они строили такие проекты на территории Российской Федерации, как Парк Галецкого, Краснодарский Стадион, Башня Ока в Москов-Сити, то есть именно они являются третьими подрядчиками на территории Российской Федерации, но здесь они уже выступают в качестве застройщика. Это и второй проект как раз-таки вот на европейской части. Вся социальная инфраструктура, также полностью вся отделка, планировки от 1 плюс 1 до 4 плюс 1, такого более бизнес-класса, я бы сказала, но также подходит и для проживания, и в данном проекте также можно будет сдавать вашу квартиру посуточно, но уже здесь не будет представлено менеджмент компании, здесь уже вы будете заниматься этим сами, либо уже нанимать какое-то агентство постороннее, которое будет заниматься. Дальше в аренду. Окей. Так, ну и вот этот проект, Юля, вы выбрали тут и правда цена уже совсем другая? На примере этих трех проектов, да, как вы уже видели, они в разной ценовой категории, то есть первый проект, это как раз-таки вот подгражданство для тех, кто хочет две единицы купить жилья. Если кто-то хочет одну и ближе к центру, там уже цены повыше, соответственно, это второй проект подойдет, ну или типа такого. Это проект, который находится вот треть в квартале в Флоре район Бакаркёль. Скорее для тех, кто выбирает, рассматривает релокацию в Турцию и предпочитает, знаете, такой приватный уровень жизни с инфраструктурой пятизвездочного отеля. То есть это очень большая территория, порядка двадцати тысяч квадратных метров и малоэтажное строительство и из десяти корпусов всего девяносто шесть единиц жилья, то есть что говорит о приватности, немногочисленности, окружении зелени. Здесь будет тишина, спокойствие и рядом вся инфраструктура. Рядом тоже район, где нет особо высотных зданий, то есть это для тех, кто вот рассматривает такую низкоэтажность. Квартиры здесь с планировкой от двух до семи, ну понятно, это уже семь это двухэтажные квартиры, но в то же время рядом находится вся инфраструктура. Рядом трасса две минуты езды Е5 и все учреждения социальные, такие как детские сады, школы, университеты, все находятся рядом. По внутренней отделке здесь стоимость входит два парка места. Внутренняя отделка, с которой сдается она уже такое премиум качество. Здесь используются натуральные камни, дерево, вся техника итальянская, где кухонный гарнитур, санузлы. Вот и вы можете выбирать две палитры, темно-светлую. Высота потолков 3,20, система умный дом. В общем, по внутренней инфраструктуре там, помимо бассейнов крытых-закрытых, спортивных комплексов, футбольных, баскетбольных площадок, даже есть озеро во дворе и сауны-хамамы раздельные для женщин и мужчин. А находится это в европейской части, если посмотреть на карту Стамбула, то южнее, на юге, даже юго-восток в одном километре от мраморного моря и его инвестиционная привлекательность. Я считаю, здесь вот уровень такого премиального качества для тех клиентов, кто именно ищет такой приватности. Их не так много в Стамбуле на самом деле, поэтому здесь выбор гораздо меньше такого плана. и его локация, конечно. Поэтому уникальный такой объект. И в то же время здесь еще есть такая возможность заработать на этом проекте, если сейчас купить, потому что он будет готов через год и, соответственно, до августа следующего года. И, соответственно, стоимость будет еще выше. Окей. Вопрос по предыдущему, видимо, проекту про Бахчей-Ливьер. Это закрытый район или нет, Анастасия? На момент этого года он был еще закрытый, но нужно проверить именно систему сейчас открытый он или нет, потому что я говорил, это постоянно меняется, то открывает, то закрывает. Могу даже прямо сейчас посмотреть, открытый либо закрытый. Я просто еще раз хочу напомнить для тех, кто не совсем в курсе, что да, с прошлого года стали закрывать власти Турции район. Закрытый. На сегодняшний момент он закрытый, для получения вид на жительство он закрытый. Больше тысячи районов закрытые, но в основном те районы, где много преобладает количество иностранцев, собственно, покупать там можно, там нельзя получить вид на жительство. Окей. ну, на самом деле почти час мы уже пообщались, я думаю, что сейчас, если какие-то есть уже частные вопросы дополнительные, можно в частном порядке будет их задать, соответственно, контакты Юлии и Анастасии в чате мы сейчас опубликуем. Юлия, ну и тогда уже, пожалуй, в заключении, да, несколько слов. Да, как я уже вначале говорила, да, наша компания будет проводить закрытое мероприятие в Москве с нашими партнерами, где Турция тоже будет представлена, поэтому будем рады всех видеть, кого интересует покупка зарубежной недвижимости для инвестиций, для получения гражданства в НЖ. Так как мероприятие будет проходить в закрытом формате, то, пожалуйста, заранее напишите нам, кто хочет прийти и по предварительной регистрации мы вам отправим приглашение, где будет указано время и место. Это будет в центре Москвы, поэтому заранее сейчас напишите нам, и мы пришлем вам приглашение. Будем рады всех видеть, вы получите индивидуальную консультацию, мы ответим на все ваши вопросы. Анастасия, кстати, тоже будет на это мероприятие, она прилетает из Стамбула, так что... Вот еще один вопрос, практически от нас, успел ври, два вопроса. По поводу кадастровой стоимости в Стамбуле мы ничего не сказали, несколько слов можно об этом тогда и по соотношению кадастры, и вообще об этой проблеме, она может, она вроде как известная, они много говорили, но я думаю, добавить еще один раз будет не грех. Пожалуйста. Как мы уже упоминали, в Стамбуле, в Стамбуле, в Стамбуле, в Стамбуле, в Стамбуле, в Стамбуле, полностью совпадает с рыночной, в отличие от, допустим, того же популярного побережья, у которого свои плюсы, но там с этим проблематично, если покупать под гражданство, то придется переплачивать. В Стамбуле кадастр и оценка вообще не отличаются, я просто слышал там разные информации, где-то там все-таки немножко отличаются. Ну, это, допустим, 90-95 процентов, что-то такое. Нет, там практически это. Это если, может быть, приобретали где-то в третьей зоне Стамбула, возможно, было такое. Но те проекты, которые мы предлагаем, они все совпадают полностью один к одному. И какая-то информация о том, что законодательство планирует равнять кадастр с рыночной стоимостью, об этом тоже довольно активно говорят, из-за чего могут вырастить цены. Насколько вот этот прогноз, на ваш взгляд, реальный. Ну, вы знаете, по поводу роста цены, также, как вы ходили, сейчас тоже обсуждается, но пока неизвестно по срокам поднятия стоимости входа, порога входа программ гражданства. В любом случае цены в Стамбуле росли, будут расти. Как там, да, прошлый год, он такой непоказательный, он все-таки резко возросли цены в силу определенных обстоятельств, но, тем не менее, рост цен всегда будет, поэтому, если вы уже определились, вы уже решили для себя вопрос, что вы хотите инвестировать в Стамбул с точки зрения, либо с целью получения гражданства, либо с точки зрения инвестиций, то в любом случае откладывать это не надо, если в следующем году они будут выше, через год они будут еще цены выше, поэтому лучше заняться этим вопросом прямо сейчас. Окей, ну и тогда еще один был вопрос, уточнение, вот, когда вы передаете недвижимость от застройщика, услуга, клиент платит вам за ваши услуги? Нет, ничего оплачивает нам, нет. Окей, окей, ну что ж, компания NF-Estate, Юлия Щербак, эксперт по зарубежной недвижимости и инвестиционной иммиграции, и Анастасия Демреэль, специалист по недвижимости Турции, контакты на экране, информация и о проектах, о тех, которые были представлены, и о многих других, это, пожалуйста, напрямую, звоните, общайтесь, спасибо, что были с нами, ну и тогда, Юлия, Анастасия, вам тоже спасибо, последнее. Спасибо вам большое, да, за время, до встречи в Москве. Спасибо. Спасибо вам большое, до свидания и до встречи. Всего хорошего, до свидания. Анастасия Демреэль,